Нынешнюю зиму не назовешь слишком суровой, вопреки многочисленным прогнозам и предсказаниям. Кому-то это в радость, а вот любители зимней рыбалки наверняка с грустью смотрят на промойные трещины в ледовой корке. Смотрят и все-таки ступают на тонкий лед. Любимое хобби – дело важное, а тяга к приключениям, по всей видимости, неискоренима. У нас, так как действует запрет выхода на лед до достижения 7-10 сантиметров, мы, конечно же, предупреждаем совместными рейдами с МЧС, выезжаем в такие места скопления, объясняем людям на месте, что толщина льда должна составлять определенное количество для безопасного выхода на лед, что с собой необходимо иметь, что это должен быть жилет спасательный, желательно яркой окраски для того, чтобы привлечь внимание. Рекомендуем какие-то свистки с собой также к жилету прикрепить, чтобы можно было в случае несчастного какого-то там провала под лед свистнуть в свисток и таким самым обозначить себя звуком, где человек находится. Рекомендуем также выбирать места, где наши находятся спасательные станции и наши работники работают. Но опасность на зимней рыбалке таит в себе не только ледовая корка. Некоторые рыбаки берут с собой палатки, обогревательные приборы или свечки. При несоблюдении элементарных правил это также может стать делом опасным. Есть такая на данный момент еще ситуация, мы видим часто палатки, в которых рыбаки начинают рыбную ловлю и даже иногда остаются там на ночь, как показывают некоторые случаи. Естественно, случаи эти могут закончиться печальными событиями, такими как отравление угарным газом. Угарным газом, потому что там зажигают свечи для того, чтобы как-то теплее было там находиться, и засыпают, либо алкоголь очень часто присутствует в таких ситуациях, и, к сожалению, мы получаем печальную статистику. К слову, в грядущие выходные погоду определит небольшой частный атлантический циклон, смещающийся с юга Швеции. Погода будет не морозной, но снежной, а это значит, льду вряд ли удастся набрать силу. На большей части территории области, а в воскресенье днем местами кратковременный мокрый снег, слабые туманы, гололед, на дорогах гололедица. И температура воздуха ночью минус один, минус шесть, днем минус три, плюс два градуса. В дальнейшем циклон отойдет далее на восток и откроет путь более холодным массам северных широт, поэтому похолодает. Температура воздуха ночью минус пять, минус десять, при прояснениях до минус четырнадцати. Днем минус два, минус семь градусов. Местами кратковременный снег, дороги скользкие.